Дорогие друзья, уже двадцатый день нашей поста и молитвы. И я хотел бы сегодня поговорить о молитве, которая за близких, за тех, которые нам очень-очень по духу очень близки, за родных, которые, возможно, мы знаем их помазание, мы знаем их призвание, их Божие предназначение. Но смотрите, второе послание к Тимофею, он говорит, Тимофей, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца, Пишу о Мессии Господе нашим. Благодарю Бога, которому служу от прародителя с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Он вспоминает об Тимофее днем и ночью, неустанно. Он очень дорожит этим человеком. Я верю, что сегодня нам нужно дорожить теми, кто к нам близкий. Я желаю видеть тебя, вспоминая в слезах твоих, дабы мне исполниться радостью. Есть люди, которые тяжело проходят этот путь. Возможно, у них есть сомнения, какие-то, возможно, тревоги. А будучи призваны к служению, многие люди расчаровываются по каким-то вопросам. Но я хочу, чтобы каждый из вас вспоминали друг друга, чтобы наполниться радостью. Молитва приводит нас к радости. И я прошу, чтобы вы двигались в этом направлении, приводя на память велицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, владике и матери твоей, евнике, уверен, что она и в тебе. И я уверен, друзья, я уверен, я обращаюсь сегодня ко всем, особенно еще молодежи, чтобы мы уверены, как служители, что вера, может, ваших отцов, родителей, бабушек и дедушек, она также в вас. Она будет вами двигать, она будет восполнять все ваши нужды, она будет вдохновлять вас на героизм и делать больше, чем мы могли это делать. Пускай эти молитвы, они будут за нас очень страстными, сильными. И еще говорю вам, радуйтесь, Господи, всегда радуйтесь.